Без дрожжевое слоёное тесто Одно яйцо, щепотка соли и одна столовая ложка столового уксуса. Итак, мы начинаем. Берём муку, высыпаем на нашу поверхность. Высыпали муку. Теперь берём сливочный маргарин и натираем его на крупной тёрке. Маргарин должен быть из холодильника. Я только что перед съёмкой достала его из холодильника. Ни в коем случае не замораживайте маргарин, потому что тогда он трётся продолговатыми полосочками. Если вы будете доставать его из морозилки, то он будет просто так крошиться, и нам нужна вот такая его консистенция. То есть, я хочу ещё раз повториться, ни в коем случае не замораживайте, а просто держите его в холодильнике. Так, натираем на крупной тёрке. Натираем на тёрке и перемешиваем процессы с мукой. Теперь мы это всё хорошенько вот так вот перемешиваем. Не вымешиваем, а просто вот перемешаем, чтобы соединить с мукой. Вот такими вот лёгкими движениями. Не придаём никаких усилий. Теперь вот делаем в нашем вот такой вот смеси муки с маргарином вот такую вот луночку. Так, дальше. Берём нашу воду, выливаем в тарелочку, добавляем сюда одно яйцо, одно яйцо и щепотку соли, и одну столовую ложку уксуса. Так, добавили мы это всё. Берём венчик и это всё перемешиваем. Перемешиваем до того состояния, чтобы льцо у нас растворилось. Вот так вот разбить, не всё надо. Так, всё, перемешаем. Теперь берём с помощью лопатки мы вот так вот перемешиваем. Вливаем нашу жидкость в нашу муку. Иногда, может, немножко воды в этой вот смеси будет многовато. Будете смотреть по консистенции теста. Оно чуть-чуть должно липнуть к рукам. Так, вот так вот всё подбираем, выливаем, перемешиваем. Стараемся вот так вот. Вот, всё, чтобы у нас вся сухая смесь с маргарином перемешалась с мукой. Так, всё вот так вот. В кучку собираем. Вот, здесь у нас уже более влажная, здесь у нас сухая. То есть, мы можем вот так вот всё выливаем. Так, теперь всё собираем в кучку. Подсыпаем. Перемешиваем вот так вот. Теперь вот так вот всё нам надо собрать в один ком. Но ни в коем случае мы не вымешиваем. Нам нужно, чтобы маргарин остался вот таким вот дольками. Как можно больше таких вот полосочек маргариновых у нас осталось. И за счёт этого вот вот у нас будут вот слои. За счёт маргарина. Так. Так. Замешиваем. Так. Ну, теперь, я думаю, мы можем применить наши руки. Вот так всё. Собираем. Можно, если где-то в местах сильно мокро, чуть-чуть подсыпать муке. Ну, совсем чуть-чуть. Вот так вот. Собираем. Всё. Собираем. Так. Чуть-чуть вот так вот. Собираем всё. Так вот. Вот это вот тоже нам нужно всё собрать. Отскребаем от стола. И вот таким вот образом прижимая. Ну, вот видите, всё. Собираем. Так вот. Вот так вот. И вот так вот. Ну, вот. Собираем. И с рук тоже мы всё. Ещё раз. Так вот. Вот так. И вот так. Всё. Этого будет достаточно. Я сейчас могу даже вам показать. Видите, какое оно? Изнутри получаются вот такие вот слои у нас, но не цельные получаются. За счёт этого у нас они будут таким слоёным. Ещё раз вот так прижимаем. Всё. Теперь собираем мы вот такой вот комочек. Так. Собрали в комочек. Берём пищевую плёнку. Так. Отрываем кусочек пищевой плёнки и ложим на него наше тесто. Ножнышками нарезаем. Заворачиваем со всех сторон, чтобы оно у нас не обветрилось. Вот так вот хорошо. Заворачиваем вот такой вот комочек. Ну вот. Наше тесто готово. Теперь мы отправляем его в холодильник на час и можем уже приступать к выпечке. Но если я что-то планирую печь на завтра, то я накануне делаю тесто и кладу его на ночь в холодильник. А на следующий день пеку что-то из него. Это тесто идеально подходит для слоечек, для пирогов, рогаликов. Даже вот для тортика Наполеона я пеку именно из этого теста. В дальнейшем я вам расскажу много рецептов с использованием этого теста. А с вами был канал Вкусняшки. Я его ведущая Наташа Пархоменко. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А мы будем радовать вас новыми и вкусными рецептами. Приятного аппетита! До новых встреч!